соболь это такой символ благосостояния некую такую параллель провести с нашим туристическим брендом visit human есть такая небольшая отраслевая ревности и как-то и можно так называть говорят у нас тоже много инвестиций почему вы не обращаете внимание на нас чего-то за задание пандемия подарила нам возможности вовлекать все больше и большее количество предпринимателей то есть пандемия хоть какую-то нам пользу заслужила впервые в истории тюменской области инвестиционная деятельность будет проводиться под единым брендом он объединит все институты развития бизнеса об этом ранее сообщил губернатор тюменской области александр мор на совете по улучшению инвест климата эта программа интервью и сегодня у нас гостях антон машуков директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства тюменской области все подробности обсудим с ним антон андреевич здравствуйте единый инвестиционный бренд что это такое в принципе какие направления и проект он будет включать расскажите если уже есть конечно подробности единого инвестиционный бренд это некая идея и идентика как обычно это связано с брендом которую мы будем продвигать и который мы будем презентовать нашим инвесторам и включать вот в этот бренд в эту идентику максимальное количество смыслов которые мы хотим донести относительно и нашей истории инвестиционной привлекательности региона поэтому большой этап работы уже сделан были проведены довольно много интервью фокус-группы и многого другого для того чтобы определиться ну так скажем с базовым элементом вокруг чего будет строиться этот самый бренд какая будет основная визуальная составляющая это визуальная составляющая также как и на гербе теменской области это соболь в несколько другом исполнении мы решили после долгих на самом деле очень рассмотрение разных вариантов и размышлений не уходить далеко от этого соболь в любом случае продолжает внести нести себе историческую части соболь и пушнина там много таких коннотаций связанных и с наполнением бюджета когда-то он наполнялся благодаря пушнине в царское время сейчас это больше нефть и газ и соболь это такой символ никого благосостояния который который безусловно свойственно тюменскому региону и вот вокруг соболя и определенной идеологии связанные с тем что мы как регион в большинстве случаев были ну есть такой слоган и один из нескольких в рамках инвестиционного бренда это регион первых и потому что тюмень первый город сибири и освоение нефтегаза и и первые во многих рейтингах показателях и так далее и как раз задумка в том числе в том что вот у нас есть определенная внутренняя потребность быть в чем-то лучшим и быть первыми и у нас это в принципе получается и получается в течение уже довольно таки и продолжительного времени вот какие-то такие идеи заложены сейчас нам предстоит большая работа с одной стороны с предпринимательским сообществом внутри региона потому что инвестиционный бренд это не только про внешнего инвестора это и про то что предприниматель здесь примеряя это на себя чувствует что это про него что это ему близко и что он эти элементы готов сам в своей деятельности использовать либо внутри региона либо взаимодействие с партнерами и так далее ну и конечно же взаимодействие с внешним инвестором это будет такая уже единая картина и здесь важно отметить еще один такой элемент про единый бренд и в чем собственно говоря единство это не только история про органы власти и про институты развития наши же эта история про всех то есть по идее носителями этого бренда и носителями этой идеи должны стать все и предприниматели и люди и предпринимательские сообщества тогда мы можем сможем действительно сказать что это вот что это единый бренд который объединяет всех но это такой продолжительный процесс которого мы конечно же будем сейчас стремиться вот с теми наработками которые уже есть антон речь я правильно понимаю что можно некую такую параллель провести с нашим туристическим брендом visit human то есть когда вот есть у нас логотипы и какая-то общая стратегия и люди которые они даже очень да они даже друг на друга очень сильно похожи за исключением нескольких букв в названии идея абсолютно да действительно идея абсолютно та же и в том числе вот это чрезвычайная похожесть на визуальная на визит human она в том числе продиктована тем чтобы они друг с другом позитивно взаимодействовали и усиливали друг друга и усилия которые прикладываются в туристическом направлении они капитализировали инвестиционные и наоборот здесь как раз идея такая сквозного взаимодействия на тоже заложены александр викторович еще отмечал вот в своем выступлении что будут сформированы инвестиционные профили районов это вот как понимать то есть в каждом районе будет развиваться какое-то конкретное отдельное направление ну который соответствует да вот этому району или вот что это будет какой это будет пакет я бы даже сказал что здесь можно говорить о том что это в большой степени диаметрально противоположное потому что под под почему потому что когда начали делать профили профиль это по сути такой срез того что в муниципалитете есть какие ресурсы будь то природные человеческие образовательные и другие для того чтобы понять ну действительно на чем ему специализироваться но большинство муниципальных образований за исключением городов они довольно таки небольшие нужно быть в этом отношении честными и многие проекты могут быть реализованы по такому экстерриториальному принципу когда я сейчас там абсолютно абстрактный пример когда какой-то там не знаю сервисный центр для сельскохозяйственной техники он для одного муниципалитета бессмыслен потому что экономика не сложится в муниципалитет маленький а для четырех ну уже имеет место быть и какие как раз очень большая ценность которую мы увидели когда начали это делать большая часть муниципалитетов уже с инвестиционными профилями мы как раз увидели серьезный потенциал помимо внутри локального развития муниципалитета серьезный потенциал для развития раз межмуниципальных проектов и это очень интересно с точки зрения того что это не очевидно это сразу не увидит то есть муниципалитет который в большинстве случаев сам естественно довольно хорошо знает что у него есть а чего у него нет оценить актуальность там какой-то идеи во взаимодействии с двумя тремя четырьмя соседями но это уже такая более серьезная задача до которой скорее всего большинство самостоятельно не дойдет плюс второй фактор связан с тем что такого рода проекты они по умолчанию масштабнее и ну и тоже соответственно становится интереснее потому что проект который обслуживает ряд муниципалитетов это и больше инвестиций и рабочих мест поэтому интересная работа здесь я бы даже сказал что она должна быть какой-то регулярной мир меняется меняются различные и и технологии если какой-то элемент или ресурс был муниципалитете и 10 лет назад из него нельзя было извлечь пользу то не факт что это по-прежнему сейчас так и вот это профиль с постоянной его актуализация это понимание что у тебя есть какие у тебя инвестиционные проекты могут быть реализованы но еще еще одно и крайне важно это то что идет следом за созданием муниципального профиля это акселерационная программа когда мы с этими же муниципалитетами берем их команды соединяем вместе чтобы они там красоты совместные проекты могли придумать и как раз складываем такую проектную деятельность во вокруг этого профиля когда в рамках или все акселерационной программы должно появиться несколько новых проектов которые команда на основе профиля будет там в ближайшее время год или два зависимости от масштаба проектов продвигать сопровождать создавать и так далее и вместе эта работа она а цикличная б мы видим довольно позитивный эффект когда была защита проектов первого акселератора в конце прошлого года каждый муниципалитет который в нем участвовал он по пять по семь интересных разумных гипотез относительно того что еще можно сделать муниципалитете выдвигал и это хорошо потому что активность в муниципалитете она на самом деле крайне важна и для экономики и вообще для настроения бы сказал когда что-то происходит появляются новые проекты общий фон совершенно другой но вот на ваш взгляд если говорить не об отдельном районе да вот непосредственно а в целом об области какие сейчас популярные какие сейчас эффективные инвест проекты могут быть то есть каких сферах ну вот опять таки губернатор говорил про пк про лесное производство вот может что-то добавить здесь очень интересный момент который мы видим когда мы говорим например что у нас в агропромышленном комплексе прям прямо целый ряд хороших серьезных капиталоемких проектов или что у нас в лесной отрасли сейчас уже появляются и мы еще ждем очень больших проектов есть такая небольшая отраслевая ревность и как-то и можно так называть да потому что даже между большими отраслями или туризм например мы мы говорим про туризм про то что там ожидаются большие инвестиции ожидается большой довольно таки денежный поток туристический в этот момент какая-то отрасль нашего традиционного машиностроения говорят у нас тоже много инвестиций почему вы не обращаете внимание на нас поэтому здесь выделять кого-то я бы не стал как раз из этих соображений у нас слава богу есть документ который называется программа инвестиционного развития до 2024 года где написано 9 основных направлений и мы в этой логике продолжаем двигаться и как раз когда у нас был совет по инвестиционному климату губернатора я докладывал прямо по каждой отрасли что происходит что было понятно что у нас нет чего-то с одной стороны западающего мы не сваливаемся в какую-то одну сторону есть девять направлений которые мы какое-то время назад приняли решение что они важны интересны что они перспективные и в них мы видим серьезный потенциал в них мы двигаемся а пока там лес там туризм там нефтегаз нефтехиями а там что-то осталось за пределами этих девяти приоритетов но это там тот выбор который в любом случае в какой-то момент нужно сделать куда ты вкладываешься а куда пока по каким-то причинам ты вкладываться не готов у нас с этим на горизонт ближайших двух-трех лет все определено мы поэтому на по этим направлениям двигаемся и по ним видны результаты по каждому из них есть новые инвестиционные проекты а вот вообще какая у вас работа с бизнес сообществом это ведь невозможно без предпринимателей какие-то вопросы решить вот как вы с ними сейчас работаете как у вас выстроен диалог но есть традиционные способы я бы так сказал которым мы привыкли и они продолжают хорошо работать это работа через общественные организации и опора россии и деловая россии и торгово-промышленная палата как отдельный институт для бизнеса это удобный канал связи при этом пандемия подарила нам возможности вовлекать все больше и большее количество предпринимателей в эту работу и возможность с одной стороны и нам достучаться до ну чуть ли не каждого предпринимателя и с другой стороны ему сделать абсолютно то же самое я приведу пример тот же самый совет по инвестиционному климату который был 2 февраля когда мы его проводили в оффлайн режиме приходили члены совета их там около 60 человек там в принципе в зал больше ста не влезет собственно говоря вот вот и есть та аудитория различных сообществ и так далее как от которая там представлена совет который мы проводили 2 февраля в нем в разным в рад по разным каналам кто-то вкс кто-то через youtube поучаствовал около 700 предпринимателей и у них была возможность задать вопрос и так или иначе я думаю что большинство этих вопросов мы решим и это классная возможность которая есть сейчас по взаимодействовать напрямую то есть пандемия хоть какую-то нам пользу заслужил антон андреевич большое вам спасибо спасибо за беседу всего вам доброго а это была программа интервью до свидания